Приветствую всех любителей похудительного чайки. Очень много в последнее время просил снять урок по горизонтальной вертушке. На самом деле мне почему-то казалось, что я уже снимал такую уроку, но постерся в интернете и увидел, что реально таких уроков русскоязычных практически нет. Поэтому держите видео урок под гуру видео уроков у Рунете. Итак, горизонтальная вертушка. Ну естественно, вы должны освоить хотя бы базово прямую и обратную вертуху, чтобы у вас проблем с прогросом, так скажем, через кисть проблем не было. Начнем немного не с этого, начнем с небольшой разминочки. Для того, чтобы выполнить горизонтальную вертушку, нам понадобится размять кисти рук, чтобы у нас, так скажем, запястья были очень гибкие. То есть желательно вот так вот помять кисти, чтобы у вас очень ровно был вот этот угол, да, 90 градусов, да, размяться. После чего желательно размяться еще на предмет восьмерок. Обычных прямых и обратных, обратных восьмерок. И плюс ко всему, я еще рекомендую вам поработать над такой техникой необычной. Восьмерки обратным хватом, то есть снизу проворачивать руководку, да, и сверху проворачивать. Сверху, снизу, сверху, снизу, ну и так далее. Итак, с чего мы начнем? Начнем с того, что мы должны сначала освоить эту вертуху на мертвых точках. То есть мы с одной из мертвых точек, допустим, с правой рукой, мы начинаем. Мы начинаем с правого плеча. С этой мертвой точки мы должны завести рукоятку над головой. То есть мы закручиваем рукоятку над головой. После чего, да, мы должны провернуть Нюнчаки из прямого хвата в обратный над головой. И постараться зафиксировать сверху над головой вращение. То есть мы забрасываем, прокручиваем, закручиваем. После чего из вот такого обратного хвата нам нужно просто забросить свободную рукоять в мертвую точку. То есть выглядит это в случае целом таким образом. Забросили, мертвая точка. То есть забросили, провернули, мертвая точка. Забросили, провернули, мертвая точка. Пляшем далее. Вот эту тему нам нужно зациклить. Для того, чтобы ее зациклить и мы могли выделить ее перед собой, нужно свободную рукоять еще и проворачивать по низу. То есть может быть какая-то таспология подключена, но тем не менее, я думаю, будет понятно. То есть мы перед собой забрасываем в обратный хват. После чего вот из этой верхней прокруточки забрасываем в нижнюю плоскость. В нижнюю плоскость переводим. И здесь просто проворачиваем. Извиняюсь. И здесь просто проворачиваем и выходим в обратный хват. И таким образом мы можем все это дело зациклить. Провернули снизу, провернули сверху. Провернули снизу, провернули сверху. Провернули снизу, провернули сверху. Ну и так далее. И так вот у нас получается зацикленная вертуха. Вариации могут быть разные. Вы можете с противоположной верхней точки, например, сделать обратную вертуху. То есть из этой вертухи мы заводим, проворачиваем, поднимаем, проворачиваем. То есть у нас получается три вертухи. Раз проворот, два проворот, три проворот. То есть замедленно, да? Раз проворот, два проворот, три проворот. Ну пару слов и комбинаций. То есть я не думаю, что у вас сложнее возникнут с этими вертухами. Комбинаций может быть куча На самом деле, мне очень нравится Эти вертухи совмещать с разворотами То есть, мы, допустим, эти вертухи заворачиваем Над головой и мертвая точка Заворачиваем Над головой и мертвая точка Ну и так далее Сейчас будет небольшое комбо с этими вертухами Я думаю, вам понравилось, подписывайтесь на наши группы Вступайте в наше сообщество Подписывайтесь на наш канал на ютубе Крутили и чайки Всем удачи в тренировках Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok